всем большущий привет дорогие друзья подписчики а также гости канала рад вас всех приветствовать на канале дробик лайф в моем баре в рубрике чё по пенному и сегодня как всегда в четверг и сегодня у нас на обзоре 3 3 сорта скажу сразу что в целом я с продукцией пивоварни знаком но сегодня как раз выбрал сорта который до этого не пробовал возможно не совсем топовые там популярные сорта у данной пивоварни как принципе один из зрителей один из подписчиков написал что в предыдущем выпуске про пивоварню хамовники я взял ну сорта так себе и самые флагманские но у меня нет цели взять какие-то именно вот специальные особенность сорта просто вот познакомиться с пивоварней если она меня заинтересует да там сделать второй выпуск и уже попробовать и другие сорта конечно там а все линейки речь не идет ну да точно не идет а так познакомиться такое общее впечатление такое хотя бы кратенькая почему бы и нет и сегодня у нас три сорта пива первое это у нас вентура это и по нью-имгланд если не ошибаюсь а west coast и по далее у нас red маньяк красный маньяк это у нас смог чили и по должно быть интересно и пшеничка так и называется называется но и не вайзе хэфи вайзен ну полу белая полутемная в общем пшеничка дорогие друзья не забывайте подписываться комментировать видео ваши комментарии мне действительно полезные все время с большим вниманием читаю и также теперь для всех желающих кто хочет и может поддержать мой канал мой проект у вас появилась такая возможность по ссылке в описании вы можете перейти и любую произвольную сумму по вашему желанию по вашим возможностям можете так сказать отправить на развитие моего канала чтобы я мог развиваться покупать какое-то более интересное пиво также у меня есть и другие рубрики на канале это путешествие и кулинария соответственно также поможет делать видео в гораздо большем объеме и более интересные с более уже возможно затратами какими-то в любом случае я продолжаю делать свое любимое дело мой канал мой проект это однозначно мое любимое дело я большое удовольствие получаю от того что я делаю но если вы меня за это будете благодарить еще и копеечкой то мне это будет еще более приятно и контента будет гораздо больше и он будет уверяю вас гораздо более интересным и так первое на обзоре пиво у нас сегодня это бакунин сан-диегу эль вентура тут написано вентура в описании написано бакунин сан-диегу эль светло не пастеризованный фильтрованная не осветленная хмели здесь не указаны просто показатели крепость шесть с половиной объем 50 очков экстракт начального сусла 15 так 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 ну ничего нет такого здесь супер интересного по дизайну ну как сказать такой достаточно любителя такой какой-то авангардный да вот можете заметить какая-то такая абстракция приятно на ощупь однозначно но вот как-то не знаю честно такой весьма весьма замысловатый мне как-то не очень не очень укладывается в моей голове видно что в него вложено как бы и деньги идеи усилия до специалистов но пожалуй на мой взгляд больше даже пожалуй семь с половиной поставлю все-таки старались люди однозначно он он может быть дождав глаза бросается однозначно но вот честно не моё поэтому я семь с половиной ставлю а пивоварня описано даже с 2013 года существует так что действительно одна из самых старых крафтовых пивоварен это у нас west coast и по слегка мутная слегка не фильтрованная структура цвет на самом деле такой ничего особенного да что называется просто такой вот среднестатистический цвет до для такого не фильтрованного пива для и п до для для хмеленых сортов это у нас свойств коуст и по ну честно такой ну ни туда ни сюда что называется пожалуй 7 баллов поставлю на мой взгляд достаточно простого цвет прислушаемся к аромату аромат однозначно здесь интересный достаточно яркая хмелевая составляющая солод в принципе практически не чувствуется в аромате действительно яркие сорта могу ошибаться но как мне кажется здесь присутствует хмель цитра такой характерный аромат ни на что не похожий ни на один другой хмель и поэтому в целом аромат не такой вот как бы не сказать что он какой-то прям сильно вот запоминающийся напад на по сравнению с другими так скажем конкурентами до представителями того же сорта но он просто качестве сбалансированный пожалуй на 8 баллов за это целью потому что ну действительно он ничего лишнего хороший аромат качественный по цене забыл я сказать купол его магазин и беру выходной стоило это пиво 282 рубля так ну да это получается самое дорогое самое дорогое пиво на сегодня ну я считаю что ну как мне кажется аромат весьма весьма достойный хороший не так сказать не из ряда вон выходящий какой-то прям удивляющий но действительно вот однозначно по моей шкале это даже пожалуй не 8 поставлю а 8 с половиной все пол балла накинул очень приятная горечь вот именно за что я люблю стиль и по здесь вообще такой интересный эффект обычно вот и по да вот когда у сорта и по даже вот в аромате и во вкусе солод практически не чувствуется то есть его в аромате понятно прессе вкус тоже как правило горечь она забивает все остальное но вот здесь со тоже достаточно неплохо чувствуется это такой однозначно эффект очень ну на мой взгляд неплохой очень интересные мне однозначно вот это я как в плюс запишу то здесь чувствуется и хмель и аромат приятная горчинка после вкусе такое приятно чуть-чуть сладковатая поскольку шесть с половиной оборотов все-таки чувствуется что это не солодовая водичка такое действительно хорошее плотненькое пиво и плюс что экстракт начального сусла 15 процентов весьма такое прям сбитое такое вот хорошее крепенькое пиво на мой взгляд данный вкус легко можно оценить тоже на восемь с половиной опять-таки ничего из ряда вон выходящего пожалуй наверно даже учитывая цену все-таки за такую цену хочется видеть чего-то такого прям сногсшибательно яркого я здесь такого не увидел просто хороший середнячок пожалуй ну за 282 рубля могло бы быть и поярче как по аромату так и по вкусу далее у нас это смог чили и по принципе по дизайну по дизайну своем мнении уже озвучил здесь у нас пивной напиток бакуни ностры эль не пастеризованные фильтрованные осветленные что-то здесь составе должно быть интересное солод вода подготовленный солод пивоваренный и члены хмели продукты дрожжи пивные экстракт экстракт перца чили ну действительно такой красноватый оттенок не знаю вот видите вы или нет наверное видите да я думаю видите красноватый такой оттенок у этого пива однозначно интересный эффект такой все-таки да и по ну не должна быть такого цвета то что экстракт перца чили неужели он дает такой цвет возможно здесь больше на какой-то краситель похоже ну не суть однозначно цвет интересный практически такой ну мутности практически никакой нет то есть можно даже сказать что оно как будто фильтрованное да на просвет но по факту в любом случае это не так все-таки ну не может быть фильтрованным да и по индии по элли низким лет дель даже не может быть фильтрованным поэтому это просто такой эффект плюс она немного из-за того из-за оттенка она немного такой темноватая кажется все однозначно интересны как раз таки вот здесь эффект удивления присутствует поэтому пожалуй даже наверное 8 я поставлю за цвет до 8 я думаю оптимальная оценка присутствует перец естественно чувствуется перец однозначно эффект такой даже знать не то что перец а вот как будто что тут еще соленая да таким как будто луком немного отдает мне кажется очень даже похоже на на продукцию от хоуп хэд брювери у них часто бывают различные супы да соусы и вот действительно эффект такой очень интересный в аромате хмель тоже чувствуется но совсем так чуть-чуть ну как мне кажется такой аромат более чем заслуживает оценку 9 вот действительные цветы аромат здесь удивляют но аромат меня удивляет гораздо больше чем цвет на броня смог чили копченый чили действительно во вкусе присутствует безусловно первом месте здесь чили спирт здесь не сильно бьет тем более здесь кстати говоря здесь здесь даже 6 и 8 градусов то есть по чем предыдущие горит здесь аж 70 очков по и бью и горечь здесь она такая она не хмелевая а именно вот такого копченого печеного даже больше наверно похоже печеного перца чили эффект на самом деле вот именно по горечи так себе однозначно мне вот он не нравится вот именно скорее послевкусие от этой горчи горечи и в целом мой вкус не должен у большого любителя перец копченость больше даже наверно похоже на то что как будто вот туда уголь упал у меня был такой горький опыт когда пиво упал из кальяна уголь и поскольку пиво было дорогое выливать его не стал это было дома и вот эффект такой действительно мне есть чем сравнить что называется однозначно вкус интересный то есть он тоже по-своему удивляет но в любом случае ну по моей шкале по моим ощущениям больше 8 баллов я к сожалению поставить не могу ну просто видимо не совсем моё вот реально 8 баллов за вкус и завершает наш сегодняшний нашу сегодняшнюю посиделку пиво и не вайса это пшеничка алкоголь 47 все такое лайтовая а и бью вообще с ним то есть такое вообще ни разу не горькая бакунин бланш написано бакунин бланш посмотрим какую бакунина бланш кстати говоря самый дешевый да забыла рассказать про red maniac пиво да red maniac стоит стоит 230 а вот этот вот бланш 185 рублей ну для крафтового пива 185 рублей это как бы вообще абсолютно недорого просто это дело в том что это как бы пшеничка что-то такое более-менее обычная обыденная масс брендовая цвет на самом деле да не стиль такой классический цвет бланша даже как раз таки да здесь скорее всего вот именно вдохновлялись друзья из пивоварни бакунин как раз таки бельгийской пшеничкой даже ну все таки да скорее на больше по цвету по крайней мере она похожа больше на бельгийскую пшеничку конечно по вкусу по аромату посмотрим как я сейчас буду определять после перечного пива но тем не менее по цвету по цвету вопросов нет классические для пшенички цвет тут пожалуй на 8 баллов оценю то есть он такой весьма скромный ничем таким прям меня не удивляет 8 баллов по аромату очень близко как раз вот все таки к немецкому до к немецкому то есть и по цвету вполне себе бельгийская то по аромату очень как мне опять таки кажется да насколько я могу судить больше всего похоже на немецкие пшенички там тот же францисканер лайнер вот того такого порядка пива однозначно как минус я это не могу расценивать то есть такое вот по названию вот именно я был как больше настроен на именно немецкую пшеничку название написано бланш она меня немного смутило как раз таки когда рассматривал цвет но по вкусу по аромату но по аромату можно сказать все на свои места встает и очень сильно это дело похоже на как раз таки на немецкую пшеничку планер францисканер капуцина плюс-минус вот что-то вот такое очень близко к этому очень вот такое немецкое баварское и пожалуй вот здесь за аромат пожалуй те же 8 баллов я поставлю то есть аромат действительно такой неплохой для пшенички такой средний статистический среднестатистический правильный такой ничего особо такого яркого в аромате нет цитрусов чего такого подобного нету что принципе от бельгийские дорогие пшенички характеризует вот такой вот середнячок на 8 баллов по вкусу в принципе тоже ничего сверхъестественного очень сильно опять-таки вот похож на на немецкие пшенички чуть-чуть цитрус присутствует абсолютно легко пьется то есть как такая вот прям водичка солодовая можно сказать такая солдово-пшеничная пожалуй наверно на лето хороший напиток да там на курорт на жаркую погоду опять-таки там женщинам очень даже подойдет или пожалуй людям мужчинам которые не любят крепкие терпкие сорта любят такой вот лайтовая принципе неплохо но даже здесь вот пожалуй на 7 с половиной поставлю на вкус такое ну очень ну какой-то слишком обыденный то есть какого-то прям удивление не получил наверное не в каждом пиве может удивлять да но какие чем-то поражать но конкретно здесь рука поднимается поставить только 7 с половиной баллов но однозначно это неплохое пиво ничего плохого сказать не могу попробовать однозначно рекомендую ну что дорогие друзья подписчики гости канала подошла к концу наша очередная посиделка наша очередная встреча дегустация что можно сказать вот в целом спеварни бахулин я был знаком до этого вот есть обалденный у них сорт это сорт фибоначчи он был в магазине беру выходной он тоже был но он был в стекле как мне кажется ну во первых я его до этого пробовала неоднократно пробовал было бы наверное не совсем правильно его здесь тоже презентовать оценивать также числе эстетически мне кажется что было бы не очень красиво одна бутылка две банки то есть как-то такие у него свои заморочки однозначно тут у них это топовая вещь мне очень нравится безусловно сегодняшний сорта в целом не разочаровали как-то да то есть вот пожалуй вентура чуть-чуть вот по цене ну не совсем понятно то есть стоило бы она где-нибудь около 200 рублей типа 210 220 наверное было бы нормально да за 282 рубля чего-то хотелось бы поярче вот как раз таки вот пожалуй там фибоначчи у меня кстати на фотографии даже есть сколько оно стоит фибоначчи фибоначчи 288 рублей конкретно в стекле в магазине беру выходной стоило это без карты по карте там какая-то скидочка есть вот собственно говоря но пожалуй за него я сама не изменилась во вкусе то пожалуй за него мне не жалко такие деньги отдавать здесь я второй раз и однозначно не купил бы за такие деньги есть только по какой-нибудь акции но в целом она неплохое то есть типа мой любимый сорт да вот випа и другие его ответвление целом мне понравилось однозначно ну по своему кошельку кошельку смотрите но в целом я буду на вашем месте попробовал чтобы тоже какое-то мнение сформировали red maniac неплохо мне кажется как раз таки плюс-минус своих денег стоит до любители опять-таки на любители есть остринка поэтому смотрите сами ну в целом вот именно если подходить с точки зрения до пил покупать чтобы попробовать что-то новое что-то интересное то однозначно попробовать стоит а если вы хотите точно не прогадать и выпить то что вы привыкли пить то естественно я бы хорошо подумал над этим пиво вот пшеничка обычная средняя статистическая пшеничка на мой взгляд плюс-минус наверно вот 180 рублей для него как мне кажется была бы оптимальная цена на разлив в литр да вот все таки вот за такую пшеничку 180 рублей я бы не отдал то есть вот даже тот же там пулайнер можно найти в магазинах по акциям там за 100 рублей за 100 с небольшим поэтому ну такое себе но однозначно тоже если вы любите пробовать крафтовое пиво то однозначно тоже не могу не порекомендовать в целом повторюсь что неплохо опять-таки немного может быть ждал я чего-то более такого яркого к сожалению не дождался но так тоже бывает дорогие друзья подписчики гости канала большому спасибо за просмотр не забывайте комментировать оценивать видео делиться им также если у кого-то есть желание возможность то можете помочь развитию канала развитию моих всех проектов переходите по ссылке в описании там принципе все достаточно легко и просто еще раз большое спасибо за просмотр желаю вам крепкого здоровья отличного настроения и до новых встреч в рубрике чё по пенному на канале дробик лайф а также в других рубриках и также совсем я забыл есть у меня еще и второй канал про строительство и колхозные работы ссылка тоже присутствует в описании если кому интересна тема стройки там ремонта поддержание старой даче в приличном виде то обязательно заходите тоже подписывайтесь все ссылки в описании контента си в этом году там было мало крайне мало есть у меня большие планы на следующий год в этом году было немного контента потому что финансовая ситуация немного пошатнулась но надеюсь следующем году все уже будет хорошо точнее она начала потихоньку стабилизироваться и возможно с вашей помощью контента будет больше будет надеюсь интересным потому что планы уже есть планы большие посмотрим как они будут реализованы еще раз большого спасибо теперь точно пока